В воскресенье в частной гостинице на Пасмитного 10-12 произошел масштабный пожар, который охватил площадь в 1500 квадратных метров. В результате пожара погибли два человека – мужчина и женщина. Их личности устанавливаются. Тушение было затруднено двумя факторами. Во-первых, дом находится в глубине плотной застройки. Спасателям пришлось заливать огонь с автолестницы. Во-вторых, тушение осложнялось морозом. Пожар ликвидировали почти в полночь. Для этого понадобилось 65 спасателей и 12 единиц техники. Далее прямая речь. По прибытию пожарных и ротовольных подразделей было установлено горение 3-го поверху тапа кривли трехповерхового житлового будинка. Пожарные и ротовольные подраздели работали по подвышенному номеру выклику. От 22.05 пожара была локализована, от 23.51 ликвидована. В больницу с ожогами и отравлением доставили трех жителей хостела. Одного уже выписали. Один из госпитализированных в тяжелом состоянии, другой в состоянии средней тяжести. Еще пятерым помощь оказали на месте. 11 постояльцев переселили в другой отель. Есть отравление угарным газом. И помимо этого еще у мужчины есть ожог пламени в второй обе степени 50% поверхности тела. Весь комплекс необходимых мероприятий сразу же при поступлении был выполнен. Они максимально обследованы вовремя. Сразу же начата инфузионно-противошоковая терапия. Перевязаны. И сейчас находятся в стабильно тяжелом состоянии в отделении блока интенсивной терапии с ожогами больными. Наши коллеги выяснили, что на днях здесь ремонтировали проводку. Также периодически были проблемы со светом. Все как началось, начался свет моргать. Сразу я в окно выглянул, смотрелся, что мы жили на третьем этаже. Посмотрелся на второй этаж и на втором этаже начало дымиться. Но мы подумали, что сразу проводка, потому что дуга начала идти. Знаете, электричество, и такие звуки. Потом сразу подзвонил администратор, рассказал, что на втором этаже или пожар, или что такое. Проводка больше всего. Она потом среагировала, мы видели, как она выбегала. Потом начался дым больше и больше подниматься. Что же нам осталось делать. Я сказал, что хватает самое важное, документы такими хватило, даже, как вы на себя надели, потому что уже не было времени собирать никакие документы. Сейчас полиция рассматривает две версии причин пожара. Неосторожное обращение с огнем и неисправность проводки. За данным фактом, следы начали криминальное проведение за частью 2 статьи 270 Криминального кодекса Украины «Порушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Сейчас рассматривает несколько версий, указанных событий. Небережное положение с огнем и неисправность электрообладнания. В рамках криминального проведения уже призначена пожаротехническая и судово-медичная экспертиза. До судового расследования продолжает. Это уже не первый трагический пожар в отеле. Похожий произошел 17 августа 2019 года в гостинице «Токио Стар». Тогда погибло 9 человек. Наверное, владельцы отелей и хостелов не спеша тратятся на качественное оборудование и противопожарные системы. Василий Базовлог, Герасим Олесенков, телеканал «Репортер». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...